Все произошло в начале 12 ночи. Большая часть жильцов была дома, спала. Да, я услышала взрыв, даже сколотнулся, вот квартира сколотнулась, и звон стекла посыпался. Я вышла на балкон, смотрю, тут пожар, вот в полисаднике, человек лежит. Я сразу не поняла, что люди начали собираться, кричали, выбегали дети. А через пару минут подъехали уже пожарные, несколько машин скорые. По информации следственного комитета, 54-летний хозяин одной из квартир включил газ. Итог – взрыв. Повреждено имущество, выбиты оконные и дверные блоки. Перекрытие комнаты образовалась трещина. Мужчина получил ожоги 60% тела. Его госпитализировала скорая, состояние тяжелое. Кого живут? Вот рядом. В этом подъезде, в третьем? Вот, рядом, вот рядом первый этаж. Но у вас ничего не пострадало? Ну, вон балкон вырвало. Взрывная волна не пожалела. Рядом стоящий автомобиль и стекла от них теперь по всему асфальту. Также на месте ЧП работают коммунальные службы города. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный людям. На место происшествия прибыл и мэр Александр Студнев. Власти города приняли решение – людей отселить. 26 в гостиницу «Юбилейный» и еще 31 человека к родственникам. Люди разных возрастов, и молодые, и постарше. Всем была оказана и первая медицинская помощь, работал с нами психолог с МЧС. Размещены все, обеспечены трехразовым питанием. Хорошие люди здесь работают. Внимательные, заботливые. Вот сколько будет, каждый пульс приходит, как давление. Как то, как это. Сейчас на месте ЧП работает следственный комитет. Проводится осмотр места происшествия. Допросы жильцов дома устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие взрыву. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным способом». По информации следствия жертв удалось избежать. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.